Золото плавится при температуре 1160 градусов, а вообще температура в печи до 2000, и вот расплав идет около 2000 градусов. Процесс долгодичный начинается со сбора льды, у меня 750 метров. И сомнительная получается от 1 до 3 граммов золота. Это показатель характерный для бедности. Но благодаря растущих с нейрометаллы, долгодичный, отмечает от ветерого региона. С рождением, которое есть у нас, у них есть перспективы на будущее. Перспективы на будущее, то есть приблизительно они оценивают на 30-40 лет свои запасы прямо здесь, в пласте. Ну и на территории Чайминской области еще на больший срок. Развитие градообразующего предприятия – залог социально-экономического развития города, подчеркнул глава региона. Власти сейчас идет строительство нового спортзала на стадионе труд. На эти цели из областного бюджета выделено 10,5 миллионов рублей. Еще миллион добавил муниципалитет. В феврале 2012 года город готовится принять областную зимнюю спортакиаду. Для этого здесь возведут хоккейную коробку. Заходите в гости, посмотрите, как я устроилась. Я никогда так не живу. Всем спасибо. Новоселы дома по улице строителей благодарят за новые условия жизни. Квартиры по программе переселения и аварийного жилья получили в этом году 24 семьи. Одним из новоселов стала Мария Петровна Зарубина. Сейчас хозяйка новой двухкомнатной квартиры обустраивает свое жилье. Я рада, не знаю, как. Всем рада. Холодильник купила, диван с креслами купила, комод купила. Начинаю жить с нового листа. Новоселы есть и в доме ветеринарных мастеров. Из них Александр Егорович Лазарев. Для бывшего агронома благоустроенная квартира современной комплексы стала настоящим подарком к пенсии. Сюда семья переехала из ветхого дома с печным отоплением. Все условия созданы, чего нам сейчас не жить. Тепло, ни дров, ничего не нужно. Пласт – единственный город области, где дом ветеранов занимает сразу четыре здания. В этих пятиэтажных секциях живут больше трехсот человек. Это ветераны, инвалиды войны, солдатские вдовы. Все равно живем? Хорошо. Хорошо, все для нас делают. На встрече с жителями дома ветеранов Михаил Юрьевич оценил условия жизни пенсионеров и пообещал, что благоустройство города продолжится. Вдоль всей центральной улицы, я считаю, должен быть хороший тротуар. Для того, чтобы по нему ходили люди. Возможно, с лавочками даже. Подработать надо и дорожное покрытие. Хотя здесь асфальт есть, но видно, что какой-то период времени не хватало денег поддерживать все в хорошем состоянии. Но мы выделяли деньги в прошлом году, в этом году, на следующий год. Так что дорожное покрытие в течение нескольких лет будет доведено до нормативного состояния. А вот тротуар – это вот вновь строить. Для жителей встреча стала важной возможностью рассказать о наборевших проблемах. Встреча мне понравилась. Даже не ожидали, что к нам приедут. Оказывается, нас не забыли, приехали. Тротуара действительно у нас нет. Так-то сейчас город помолодел. Что это был за город? Это вообще не город был, а как деревня была. А сейчас вообще даже не удивляешься, что так у нас хорошо стало. Михаил Юрьевич отметил, что в целом доволен социальным развитием района. По разным программам в этом году из областного бюджета в пласт было направлено более 100 миллионов рублей. Ну вот еще мы добавим по программе «Добрые дела» на мелкое благоустройство еще 10 миллионов рублей. По подготовке к зиме еще 4,5 миллиона рублей. Ну, пласт уже получил, в стадии получения. А в следующем году к череде социальных объектов добавится физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построят в районном центре в Пласте. Екатерина Смирнова, Артем Большаков, ОТВ.